Задим осень больших голодных сон Чтобы они не спали, не подпускали В горе врагов и дураков Там вокруг такая тишина Что облег не снилось нам И за этой тишиной, как за стеной Хватит места нам с тобой Рядом с дворадной дверью Надо скопать копейку Опять не тенистый пруд Чтобы присев однажды Мог бы подумать каждый Кужин льет кому-то тут Кому-то тут Там вокруг такая тишина Что облег не снилось нам И за этой тишиной, как за стеной Хватит места нам с тобой Хватит места нам с тобой Слушайте на радио звезда То, что актуально сегодня Завтра станет историей Стали известны результаты опроса Чем запомнится этот день? Для меня в первую очередь это Какие события сделают его Не похожим на другие? Это были ключевые новости О чем говорят сейчас И будут вспоминать потом Информационные итоги дня Мнения и комментарии Слушайте сегодня В 7 часов вечера На радио звезда Вы слушаете Радио звезда Новости 8.30 в Москве В студии Алексей Артюков Россия и Китай Уже до конца года Намерены подписать соглашение О расчетах в национальных валютах Проект соглашения Представлен главом правительств Двух стран Об этом сообщил журналистом Глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов По итогам российско-китайских Межправительственных переговоров По его словам У России уже есть свой канал Аналог системы расчетов SWIFT У китайцев есть свой Осталось лишь договориться Как взаимодействовать Используя эти каналы И другие формы Чтобы проводить расчеты Понимание того Как эта схема должна работать Уже есть И она описана в соглашении Российская ракета-носитель Союз Стартовала с космодрома Куру Во французской Гвиане Все прошло штатно Союз вывел на орбиту Спутник Метоп Весом 4 тонны Аппарат будет контролировать Температуру и влажность На поверхности Земли А также отслеживать уровень Озона и передвижение Воздушных масс над океаном Это позволит точнее Прогнозировать погоду На срок до 10 дней Нынешний запуск Нашего Союза С французского космодрома Часть программы Сотрудничества Между Роскосмосом И Европейским космическим Агентством Еще один такой же старт Запланирован На 14 декабря Низкая энергоэффективность Нового жилья Несет в стране убытки В 300 миллиардов рублей Об этом заявил глава Наблюдательного совета Фонда содействия реформирования ЖКХ Сергей Степашин В ходе поездки в Приморье Он провел совещание По переселению Из ветковой аварийного жилья По словам Степашина Сейчас готовится Программа с требованиями К энергоэффективности Вновь вводимого жилья Со следующего года Они будут носить Обязательный характер Расселение аварийного жилья Стало частью Национального проекта Жилье и городская среда Согласно этому документу До 2024 года В России планируется Ликвидировать 9,5 миллионов квадратных метров Аварийного фонда И расселить Больше полумиллиона Жителей страны Жители Юго-Востока Москвы Пожаловались На сильный запах сероводорода Хуже всего ситуация В Жулебина и Вишняках Там норма по этому газу Превышена в два раза Факции фиксировали Автоматические станции Контроля качества воздуха Они передают замеры МОСЭКО-мониторинг Экологи утверждают Что угрозы здоровья людей нет Какие-либо побочные эффекты Возможно Если концентрация сероводорода Больше нормы в 18 раз Опасным же считается Уровень в 300 раз Однако Горожан вынуждены Вдыхать роман Протухших яиц Которыми пахнет сероводород Это не успокаивает Не связывают Газовый атаков С мусорным полигоном Кучино Его закрыли После того как Жители близлежащих районов Пожаловались Насколько